привет сейчас я покажу вам как рисовать пейзаж сначала я навожу контур это наждачная бумага я навожу контур между границу сюда между небом и деревьями у меня вам землей то есть вот границу навожу сперва я рисую сухим мелом обычным значит теперь я нет нет смысла сейчас закрашивать небо белым потому что опыт говорит о том что вот здесь когда здесь буду темными мелками закрашивать то пыль от них попадет на этот белый белое небо и загрязнит его как бы поэтому лучше сперва темное сделать а потом уже небо освещение тусклое так как я живу в сибири здесь очень короткие и тусклое тусклый день очень короткий сначала самыми темными самые темные как бы пятна закрашиваем сверху небо она всегда темнее чем снизу где горизонт и и так Наносим основные пятна. Если это склон, то нужно наносить направление по склону, то есть вертикальные. Теперь я растираю рукой, растираю пальцы. Растираю пальцы. Растираю пальцы. Нужно достаточно сильно надавливать пальцами. Это отличает пастель от сухой. Это сухая пастель. Это не масляная. Это никакая пастель. Это сухая. Сухая пастель. Сухие мелкие. Обычные сухие мелкие. Самая дешевая. Или обычная сухая пастель на наждачной бумаге. Что отличает эту технику и что мне нравится в этой технике, это то, что это полная противоположность рисования водяной краской, акварелию, где там понемножечку, чуть-чуть вот так вот совсем наносишь. Чуть-чуть вот так кисточкой. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот так вот кисточкой, на кончиком кисточки вот так потихонечку наносят. Что это вообще такое? Как можно так рисовать? Мне нравится рисовать, когда можно силой надавить, когда можно нанести удар, когда можно там прям с собственными, соприкасаться пальцами прям оттенки. Вот самое лучшее, что здесь есть в этой технике, это то, что оттенки можно, прямо каждый оттеночек можно смешать, друг с другом, и получаются такие неповторимые гармоничные оттенки, как если бы это музыка была, которая уже мелодичная, как Сью Ля Лунь группа. Отличная группа, отличная музыка, мелодичная. И здесь то же самое. Можно очень много разных оттенков нанести, как это делал Ван Гог, как делали импрессионисты. Сам я перепробовал все техники рисования, всеми материалами рисовал. Вот остановился на вот этом. Правда, минус в том, что пальцы до крови растираются. Это минус большой. И нельзя ничего, ничем заменить. То есть, вот палец, вот то есть, кожу нельзя ничем заменить. То есть, никакими тряпочками ничем не получается заменять. То есть, мне, наверное, сейчас начнут советовать, что попробуй там какую-то, типа, пожалей свои пальчики, попробуй каким-нибудь, чем-нибудь растирать. Так ничем нельзя растирать. Единственное, чем получается нормально растирать, это только вот, как бы, соприкасаясь с рисунком. Перчатки одевать тоже не помогает. Так. В пейзажах я люблю дальние, дальние, полуразмытые планы. И, кстати, желательно еще с тряпочкой влажной очищать пальцы, потому что рисунок будет грязным получаться. То есть, видите, здесь вот грязный такой получился, потому что просто чтобы оттенки примешиваются, темный цвет примешивается. Особенно, когда радугу рисую, нужно пальцы очищать от прошлой краски. То есть, если вы темным рисовали деревья, то потом, когда вы не будете рисовать, оно будет загрязняться. Но я, как бы, научился уже давно после темного добавлять нужные оттенки, там, допустим, тень для туч. Сейчас я покажу. Так. Тем же, тем же оттенком, то есть, вот смотрите, сейчас, сейчас покажу. Допустим, вот. Вот небо, да. Застер. Вот смотрите. Вот. У меня отпечатался на пальцы темные. Вот. Я хочу сделать, допустим, здесь тень от тучи. Вот. Я беру вот так вот. Добавляю. Вот, допустим, ну, примерно. То есть, добавил. Обычно я в небо добавляю разные теньки. То есть, так. Я сдул, потому что пыль накапливается на асфальте, когда я рисовал. Но я большую часть времени рисовал на асфальтах в своем городе. Сдувал пыль, чтобы очистить рисунок. Так, сейчас уже становится очень темно. Сейчас, сейчас, в общем, 4 часа дня. А темно, как будто бы сейчас уже поздний вечер. Так. 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 Пока! П Intelligence. Пиздесят хранитель с тканером. В thenhook, пока не растет немного на spokesperson. phenomena эсфальтракт бепт в preserv tego преподобия «наж смерти». Хотел попробовать.